все поставил на запись короче 2 или не знаю какая это может быть третья по счету пачка будет на самом деле если я буду опять нарезать тем не менее поехали 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 дальше комментатор на танкове реакция советовать мужскую группу only one of у них уже креативный директор решен у этих девочек ранее у луны очень нравится филиппы тата тата они довольно необычные для звука кип-попу который популярен последние годы на взгляд может глянуть этих ребят и будет время и желание ну вот время и желание это она есть спустя полгода поехали по кип-попу немножко как бы у меня вообще что-то реакции в этом году пока на кип-поп не было я там все накидал вот ложку на самом деле уже кое-чего я понял что что-то я так ворвался с с этими и свекеями и не свекеями на кип-поп что-то как будто и нет ничего так что вот наконец-то что что-то первое вот она по ходу сейчас и будет так что поехали смотреть а вот это нормально пропалил не пропалил смысле сделал вот так чё поехали балдеть короче поехали балдеть еще раз посмотрю записывается у меня же параноик ну говорят какой-то необычный звук должен быть я послушаю необычный звук и беда тони of интересный трек утром не хватало не хватало кип-попа в этом году поехали по поводу либиды напишите куда-нибудь в комментарии посмотрим тоже потом ну кстати биток прикольный да слушайте по музлу тут утром очень хорошо это очень нестандартно там мега крутой этот бит кони бит как это называется сперсходе ну инструменталка короче прям вот этот очень крутой звук по вокалу такой такой плюс-минус обычный кип-поп но но все очень хорошо подходили друг другу не люблю такой прям попса-попсой не я привык такой попсе уже давно прошел это кстати не обычная попса вот его опять же благодаря вот именно инструменталу прям хорошо интересная гармония у вокала я бы даже послушал отдельную инструменталочку там очень хорошо сделал что я хотел сказать что поменялся мне с голову вылетел что я gehört мне на что-то слышал не совсем не сходи не сходи блин очень крутая инструменталка мне прям нравится ну короче не обманули не обманули да насчет того что прям это необычное что-то по сравнению с другим кейпопом это правда такой красиво красиво вкусненько так натан койнер вот считается никого супер красиво мне понравилось очень крутая инструменталочка там была вообще трек прям офигительно я бы с удовольствием переслушал сразу скажу клип ну клип чисто кейпоп то есть кейпоп которого миллион да чувачки миленькие там все дела танцуют там трата такие дрифты фигифты неоновые вот это все ну как бы красиво хорошо как обычно но видели уже сто раз но песенка прям очень хорошая песенка прям а кстати я забыл она так и называется силу дрифт я забыл название сказать ну вот собственно за песенку огромное спасибо реально закайфовал честно говоря моя сестра такое любит меня кстати тоже сестра любит кейпоп благо мы с ней в этом плане сошлись очень хорошо сам такое не послушаю ну может со временем со время я раньше не любил кейпоп но потом что-то так залюбил что уф инка без вокала просто невнятно бы ну без вокала это будет как знаешь что-то такое как будто какой-то саундтрек киберпанку такое наверное там такое очень странное звучание то есть это будет уже не похоже наверно полноценный трек надо как такой знаешь типа пост мощненький джей-поп и ну вот эти не согласен мне вот как раз джей-поп не нравится он какой-то слишком карикатурный опять же не весь то есть если мы берем отдельных каких-то мне нравится соло-артисты в японии вот соло-артисты крутые но вот когда вот имеется сравнивать группы например особенно до женские вы мужские вообще не беру мужской джей-поп это каринжатура просто жесть а вот именно если женские брать то там что-то раз на раз то прикольно то ну такое все-таки в кейпопе как это все идеализировано слишком хорошо или поэтому мне это нравится больше опять же кому больше что больше нравится вот мне вот как-то именно в кейпопе это зашло больше ну короче мне понравилось супер красивую лайкосик оформляем поехали дальше так а дальше у нас внезапный кстати не кейпоп там там просто короче там группа будет лезь серафим я думаю вы прекрасно знаете если хотя бы смотрели меня немножко про кейпоп шарите а сейчас будет группа не лезь серафим я думал что сейчас будет группа которая называется вот так называется лесфир просто очень похоже называется и этого не японцы ой тву наоборот это японцы этого как тоже вики не вики вот эта история сейчас мы кстати и узнаем от комментатора что это вот этот наверное комментарий да так мглин новый вики коллектив лесфир голос похож на вокалисты группа диаура только новый коллектив играет около металлкор ну прям по кайфу вот клип первый опять же полгода назад не скинули смотрит только сейчас называется трек рейдж так что как бы послушали кейпопа но обратно давайте металлкору и обратно три всюти опять на на одну реакция нормально на бесите понтово скипопе слушая это наверное как-то надо перебороть я как-то просто переборол ты просто перестал замечать потому-что на самом деле пора носить так посмотреть в других жанров чутьselling еще больше просто в кейпопе это как это органично да島 смотришь под это такой типа ну да это все такое понтовое да это все такое розовые очки в каком-то плане с другой стороны если почитать их тексты с другой стороны есть или как-то по-другому с другой стороны, на это все посмотреть, это как-то нормально становится. Просто когда какие-нибудь металлеры начинают понтоваться, вот это реально кринжа, и это прям ужас какой-то. Ну, типа, тут ты хотя бы понимаешь, что кип-поп — это поп, как бы у них это принято, наверное, так сделать. Поэтому я просто не обращаю на это внимания, я слушаю музыку, смотрю клипы, беру только лучшее. А все вот эти, знаешь, такие вторые всякие подводные камни, я на них просто не обращаю внимания, потому что зачем? Но, опять же, никому ничего не это и как бы не нравится, не слушайте этого, дай бог. Я четыре года с ней пытаюсь слушать, так же кринжа, ну, может быть, рано или поздно. Короче, Let's Fear Rage, не кип-поп, будет какой-то металлкор, но возможно, вот когда мне сказали металлкор, то есть раньше, если бы была история, что вот мы, есть кип-поп и металлкор, и типа все прекрасно понимают, что типа, о, кип-поп отстой, наверное, металлкор, что будет по кайфу, вот сейчас, возможно, будет наоборот, потому что мы сейчас посмотрели, послушали, очень кайфовый трек, кип-попский, да, кип-попский, вот это, кажется, я назвал, но вот когда говорят, что будет дальше металлкор, я такой, ой, возможно, сейчас будет ринжа, если там будет металлкор, но металлкор разный бывает, главное, чтобы не было вот именно тот самый, который я не люблю. В любом случае, в любом случае, я слышал про эту группу, но ни разу не видел и не слушал, по-моему, так что сейчас заценим, Let's Fear Rage, прокачаемся, наверное, вы немножечко отдохнёте от кип-попа. Соглубим, таллёры, кринж, но кип-поп для меня не музыка, индустрия развлечений. Ну, кстати, может быть и так, это то же самое, как я люблю смотреть фильмы Marvel, но я как бы их не обсасываю насчёт того, насколько они там умные, насколько там сюжет, не сюжет, вот для меня это прям максимальное развлечение, я от него это и беру. То же самое от кип-попа, я люблю, наверное, смотреть, вот опять же, как они танцуют, как они вот это всё, как у них клипы прекрасные и так далее, но я не думаю о том, что это какая-то лучшая музыка в мире. Хотя, ну, вот, например, некоторые из них, тот же V, например, реально очень крутого балдёжного музла понаделал, то есть его EP-шка, ну, вот я считаю, что вот именно музыкально одна из лучших в том году была. Но там, опять же, не тот кип-поп был, который мы вот сейчас даже смотрели. Ладно, короче, кип-попу ещё вернёмся, давайте посмотрим Викей, Металкор, поехали, 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 поехали. Ну, давайте, долбите, Глассфер. А-а-а, я знаете, где их видел? Не этот клип, по-моему. Вот! Тут чувак у них почему-то во Блэк Металлу выглядел один. То есть тут все Викейщики, один Блэк Металист какой-то просто с нихера. Я вспомнил их. Хорошо, хорошо. О-о-о-о, такое рэн-дэн-дэн-во пошло. Ну вот и Металл-Гор, собственно. Не, хорошо, окей, пока нормально звучит. Да, мне нравится. Вот эти нолики. Я уж испугался, сейчас брэк-давин будет. Ну пошёл как раз какой-то полу-блэк. Не, кстати, рофлы по поводу Металлкора, оно звучит приятное. Прям хорошо, приятное. И вокальчик, и инструменталочка прям. Ну-ка, будет брэк-давин. Хаун, тут такой дэк-скорный брэк-давин. Ну ладно. Блин, вот этот джин-джин-джин-джин прям так хочется, чтобы он дальше долбанул брэк-давин нормальный. Но они обманывают. Не, ну, кстати, неплохо. Может быть, их стоит послушать даже. Потому что вот они прям хорошо звучат. Клип обычный ужас. Просто тупо, тупо еще одни деспирады, если так подумать. Ну, в том плане, что тоже какой-то типа гараж. И просто камера вокруг них ездит. Ну, хотя нет, ладно, они получше, чем деспирады. У деспирады все-таки совсем уж беда. Ну, мне нравится этот гитарист, который не совсем по-нухе. Очень классная песня. Ну да, мне тоже нравится. Трек прям офигительный. Блин, как мне нравится, когда на повышение вот это идет. Ну, это типичная уже история у японцев. Прямо вообще у всех. Вот! Вот этого я ждал! Наконец-то! Наконец-то проликдайвинг был после этих джин-джин-джин. Не, ну красава, красава, красава. Блин, хорошо, реально, очень хорошо. Прям мощного, мощного. Короче, не разочаровали вот эти чуваки. Ну, типа, я боялся, сейчас будет реально какой-нибудь бездушный, тупой металлкор. Типа, как, опять же, часто бывает в тех же викеях, не викеях. Но нет, прям, прям уф-уф-уф, как хорошо получилось. Короче. Ой. Кстати, лайкосик. А, а у меня уже лайкосик стоит. Блин. Странно, потому что, может быть, я начинал это смотреть. Короче, я не помню, чтобы я это смотрел, но лайкосик у меня там стоит. Может быть, кто-то за меня смотрел. Не знаю. Так, по поводу, по поводу, по поводу того, что... А давайте, знаете, даже что сделаем. Кстати, у нас дальше тоже викея будет, лол. По поводу того, что викея без клипов... Ну, это как, не знаю, кушать хлеб и говорить, что это бутерброд и что он невкусный. Ну, понятно, что викея без клипов, ой, кей-поп без клипов, это уже не то. Но это же как, типа, все вместе. Это то же самое, что, опять же, слушать викея и не смотреть его. Это тоже немножко странно будет. Вот это же я про викея уже говорю. Потому что внешняя составляющая это нужна. Но не соглашусь. Есть прям много реально очень хороших именно песен. Просто они как бы, ну, попса. Естественно, попса, поп-музыка. К ней надо как бы просто привыкнуть. У тех же BTS очень много очень крутых песен. Я сегодня что-то пока... Что я сегодня делал-то? Или вчера... А, вчера я варил курочку. Жарил, точнее. И прям что-то я BTS слушал. Прям так хорошо было. Старенькие их песни. Прям хорошо. Ну, по большей части, да, это во многом попса попсой. Но как бы, мне кажется, так у всех. Так. Короче, это Dazzling Bat, если что. Dazzling Bat. Где я их потерял, лол? А трек... Так, нет. Я все-таки сделаю по-другому сейчас. Варианчик. Это вроде бы вот это. Так. Опять таймайнин парву. Если будет свободное время, то сделай, пожалуйста, реакцию Dazzling Bat. У них два месяца назад вышла песня на YouTube. Не знаю, есть ли еще где, кроме официального канала. Видео называется... Блин, вот... Слушайте. Когда вы мне вот пишете, как она называется, не пишите, пожалуйста, на японском. Ну, если это вы можете написать на японском, да, чтобы... Или, ну, чтобы я нашел. Но желательно, чтобы еще в скобочках было написано с транскрипцией, как это называется. Чтобы вы прям очень поможете мне в этом плане. Так. Тута, как ваши дела? Привет, волчары. Ну, смотрим потихонечку. Уже вторую пачку нагоняем. Так. Я сам только вчера эту песню услышал. Уже целый день. Только одну я слушаю. Интера пишет звучание, как в 90-е, 2000-е. В общем, ВК Старой Школы. Окей, ВК Старой Школы. Клипа нет там. Я посмотрел. Клипа нет. Называется она, судя по... Судя по тому, как мне Google говорит. Не корешу суши. Оно... Короче, я вам скопирую. Просто вот так вот сюда запину. Вот так. На всякий случай осуждаю. Вот так она называется. Да. Дазлингбады. И не будем их смотреть. Но! Я вам проспойлерю кое-что. Ждите реакцию. На днях, на недельке будет на них реакция. На их какой-то относительно вроде новый, не новый сингл. Я что-то решил сделать на них реакт. Так что будет на них полный реакт. Ну, а сейчас-сейчас просто послушаем, значит, песенку. Посмотрим вот на картиночку. Потому что там, кроме картиночки, вроде как ничего не будет. И это, ну, вроде как какой-то новый... Ну, это демо-тейп. Это не совсем новая песенка, судя по всему. Ну, короче, ладно. Поехали, послушаем. Поехали, послушаем. Дазлингбады прикольные. Единственное, я не могу привыкнуть к их вокалу. Прям вот не могу привыкнуть к их вокалу. Все остальное мне у них нравится, кроме вокала. Но, в любом случае, короче, гом. О, опять понеслась. Вот это Sky-история. На сегодня уже слушали что-то такое. Ну, да, да, это вот. Это конец 90-х, начало нулевых. О, куда понеслось. Ну, кстати, там прям нормально наваливает по ударам. Хе-хе, блин. А он только немножко дурное, знаете ли, вот этот... Я когда впервые в Икея это услышал, я немножко кринжевался этого, если честно. Давно. А сейчас наоборот даже, ну, типа, меня прикалывает эта история. Но вокал... Я не знаю, что не так. Хотя вот в такой обработке, кстати... Его вокал интересный достаточно. Ну, хотя, ладно, нет. Это альтер-рега группы? Да? Интересно. Ну, хорошо, что не такой альтер-рега, как у Синдай Камоцу. Точнее, как? Синдай Камоцу наоборот. Точнее, у Найтмэр Синдай Камоцу. Там-то наоборот все очень хорошо. Ну, вот это прям на Синтах играют, что ли. Ну, что-то, баста какой жирный, нормальный. Не, ну... Слышал, на самом деле, что чуваки-то не старые. Просто косят, наверное, под старые, как у Икей. То есть у них даже на демо-тейпе у них записывается достаточно хорошо. Кстати, я только сейчас заметил, что... Это же, ну, это не просто картинка. Это прям видос. То есть он что-то мелькает, какие-то памятники есть. То есть это прям вот именно такой видос. Тоже вот что-то криповенькое в этом висе. Хотя вот сейчас начинают повторяться просто бесконечные куски. Это я вот у Deering Grace слушаю, помню, в ранних... Вот на раннем творчестве что-то такое, по-моему. Почему-то Икей и Тагилл, но это отдельная группа. Ну, интересно. Да, я вообще посмотрел на этом Икей-Икей. Много чего нет, на самом деле. Казалось, что там прям все как будто бы есть. Но кое-чего там нет. Зато там есть группа русская и Икейная, у которых есть одна песня. То есть я вообще не знаю, что мраком у кого-то добавили. Я даже думал, может, по приколу куда-то свои группы понадобавлять. Которые Икейные. У нас тоже одна песня была целая. Так, окей. Но их альтердаги есть. Так, послушали, короче, Dazzling Bed. Вот это странная песня, которая называется... Ну, опять же, вон там писали, вверху как это называется. По-правильнее. Ооо, как-то на полэкраны сразу долбанул. Ну, так. Похоже на любую злую группу из 90-х. Десятки их, они прекрасны. Ну, да. Ну, кто любит такое, тому прям по кайфу, мне кажется. Я говорю, я просто не фанат именно старого такого Икея. Ну, даже не то, чтобы старого, даже вот еще и в 90-е. Потому что есть прикольное, что-то не очень. Ну, типа вот такое, может быть, я бы, наверное, послушал. Но в целом, в целом, наверное, все-таки современная Икея мне больше нравится. Вот. Ну, по поводу добавить свои группы... Блин, ну... По этому, по приколу можно. Просто мне не заморачиваться. Так. Ко... Карусе. Карасе. Если нужно настоящее музло в кей-поп, то лучшие альбомы... Ну, слушай, я все это слушать не буду. И, конечно, можно что-то условное из этого написать мне куда-нибудь в комментарии. А лучше вообще куда-нибудь в ЛС, чтобы я это все послушал. Ну, возможно, я что-то из этого слушал. Например, Red Velvet The Red я, по-моему, слушал. Мне он, кстати, не понравился. Айдол, по-моему, я слушал. Ну, Dreamcatcher я всех слушал точно. Twice что-то я слушал. Короче, ладно. Вот. И теперь, теперь мы, наконец-то, переходим уже вот именно, собственно, к Леси Рафим. Их треку Anti-Fragile. И посоветовал... Кто это и нас посоветовал? Сейчас посмотрим. Вот. Эмджелин. Я не знаю, как правильно читается. Так, стоп. Нет. Это вот как раз с этим было. Вот я и перепутал, да? Так, то есть это через два получается вот это. Куда пропало? Вот. А это Ханни все советовал. Я не знаю, куда делся Ханни. Часто раньше он появлялся на всех стримах. Потом куда-то делся. Я надеюсь, у него все хорошо, нормально, жив-здоров. Вот. Тем не менее, опять же, комментарии от него все еще остались. Так что будем смотреть. Будем смотреть. Потому что комментарии я все смотрю. Ну, плюс он годноту обычно советовал. Поэтому, я думаю, сейчас, как бы мы на ту посмотрим. Тем более, Ле Серафимы прям очень-очень вкусненькие. Мне у них прям нравится. Мне у них нравится. Ответ в легалай смету. А, окей, окей. Я не увидел. Сорян тогда. Ну, мне как бы тоже интересно. Если что. Что-то нойзовое у них. Нойзовое. Ну, ладно. Короче, сейчас будем смотреть хип-попы тогда. Ле Серафимы. Это уже женский хип-поп. Так что, я думаю, сейчас мы точно забалдеем. Кстати, забавляюсь вот этой историей. Что есть люди, которые, типа, ну, тоже, типа, условно хейтят хип-поп. Но! Когда какие-нибудь дремкатчеры появляются, они такие, ну, ладно, нет. Дремкатчеры нормы. Вообще, весь женский хип-поп нормы. Типа, мужской хип-поп отстой. И я, типа, с этого очень сильно рофлю. Потому что, я думаю, блин, ну, нормально вы так разделяете. Конечно, осуждаю таких. Хотя, по факту, по факту, если по музлу именно посмотреть, в мужском хейт-попе намного интереснее. Опять же, при всей любви к женскому хейт-попу, при всей, ну, типа, при всем уважении к женскому хейт-попу, но зачастую там вот как раз просто больше, наверное, внешка. То есть, там, типа, красивенькие девчонки под какой-то поп что-то танцуют, типа, веселятся, и, типа, все такие, типа, по кайфу. Вот. А вот именно в мужском хейт-попе есть прям реально охренительные песни. То есть, опять же, BTS-ов, Латизов. Вот у Stray Kids охренительный альбом просто вышел в том году. Я прямо его слушаю, мне прямо он очень нравится. Вот именно слушаю, не смотрю. Так что тут, конечно, тоже надо разделять. Но тем не менее, нет, но Лес Серафимы крутые. Я помню, у них песенка, я помню, тоже в том году мы смотрели, как же она мне в голову въелась. Я просто на протяжении месяца находил ее напевал. Посмотрим, что будет тут. Так, я забыл картинку убрать. Все, поехали слушать, смотреть женский хейт-поп Лес Серафим Антифраджайл. Фраджайл. Тух, ни хрена себе. Блин, я эту песню, кстати... А, ну, может быть, я ее слышал, потому что я... Потому что я же послушал у них все песни. Но клип я не видел, кстати. Блин, песенку, я точно знаю эту песню. Э, слушайте, а я не делал на это реакт. Как будто бы... Блин, я это как будто не смотрел. Но слушал точно. Будет смешно, если я делал на это реакт. Не, ну тут как... Тут все хорошо. Ну тут чисто, знаете, на каком-то физическом уровне. Просто ты смотришь на это и кайфуешь. Ну, песенка такая, типа... Такой, типа... Современный поп. Зато, блин, сейчас опять так в голову вот это вот... Вобьется, что я буду тоже в целую неделю вспоминать только эту песню. Басы, басы. Вот, что в кипопе я умею делать, это басы. Вот именно электронные. Прям очень хорошо. Что, я давно не смотрел женского кипопа, что странно. Ни хрена у нее там растяжки. Я, кстати, что я не помню у кого еще так было в кипопе. Обычно на шпагаты никто особо не садится. Странный костюм у этой девушки. Ну, она прям пользуется своей кистью, скажем. Прикольно, прикольно. Говорю, ну вот, наверное, надо как-то... Просто пристраститься к кипопу в какой-то момент. Чтобы вот это не казалось какой-то кринжой или чем-то плохим. Ну, типа, я прям кальцую сейчас вот эту... Причем и от трека тоже, потому что... Такой, типа, минимализированный поп вот именно. С запоминающимися моментами. Моментами. О-о-о! Прилетело. Так, будет какое-то продолжение? Так у них обычно бывает. Ну, хотя бы и сиди-си нет. Слава богу. Так, ну да, как обычно. Супер Ля Серафимы, как бы... Балдеж. Че еще сказать? Спасибо, Канни, за то, что я это посоветовал. Так, вы там что-то писали? Мне может, что кипоп не... Почему я это читаю с этого, если могу так? Мне может, что кипоп не нравится тем, что альбомы... Они разбавляют R&B треками. Так R&B-то прикольно, наоборот. Хороший R&B, это же кайф. Тем более, как раз от кипопов. У них еще есть он на корейском. Это же вообще очень кайфово звучит. Ну, опять же, то, что я слышал. Может, я не так много мужского кипопа слушал. Но мне такое нравится. Вот, например, у... Последний альбом у этого... Господи, Чингука. Он же прям вообще... Он же прям... Ну, типа, он, во-первых, даже не на корейском. И там много R&B моментов, всяких там рэперских моментов. Но какой же он прям кайфовый. Так, доброе утро у кого-то. Вот, доброе утро. Да, здрасте. Так, Дэднян на Dark Pop перешла. Not bad. А я что-то давно от нее ничего не слышал. У нее что-то выходило. Я недавно ее переслушивал. Я такой, типа, она что-нибудь сделала, кроме тех трех песен-то? Если да, я бы React на нее сделал. Потому что, ну, окей. Типа, почему бы нет? Хотя гиперпоп был... Ну, не знаю. Мне в целом как бы нравилось, что она делала. Мне, кажется, просто как будто Муз-ТВ включила. Смотрим Муз-ТВ вместе с Симоном. Да, кстати, по Муз-ТВ такого вот... Блин. У меня просто телек-то стоял. Его отцу недавно отдал, потому что я его не смотрю. Вот. Но раньше что-то бывало такое. Включишь телек, ну, типа, чтобы заснуть просто. И вот я часто как раз Муз-ТВ включал на одну громкость, чтобы даже не понимать, что там. Там не так много кей-попа, на самом деле. То есть там, по большей части, просто какие-то рандомные русские группы, которые ты даже не знаешь, кто это. Но они, типа, какие-то известные. Вот. И это, ну, типа, это суперстранно. Учитывая, что я немножечко слежу за всякой поп- и рэп-индустрией в России. Ну, так уж получилось как-то. Но вот именно группы, которые Муз-ТВ показывают, я вообще без понятия, кто это, что это. Типа, что за бред. Вот. И там вот, вот если бы там вот такие для Серафима были, я бы смотрел Муз-ТВ реально без бэ. Но там их нет. Там просто какие-то кринжовые, рандомные группы, которых как будто бы не существует. Как будто, знаете, нейросеть какую-то группу быстренько сделала, типа, скинула, и вот по Муз-ТВ такое крутится. Ну, типа, вот такая вот история. Так что это вот... Ну, короче, кому как. Мне, говорю, мне вот такой кей-поп нравится. Я понимаю, что это прям попса. Прям попса, да. То есть это, ну, не всем такое зайдет. Но я просто как-то подпривык. Так, следующий, по-моему, тоже от Хани будет. Там прям два подряд. Вот так это все называется. И я предыдущий как раз, да, брал. Вот, да. Из старого кей-пупа глянь, супер-жуниор мистер Симпл. Старый кей-пуп. А, кстати, знаете в кей-пупе что? Кто это? Джесси, да? По-моему, ее зовут. У которой ультра-огромные глаза. Если вы понимаете, о чем я. Вот она прям нормальная. И я ее что-то немножко посмотрел, послушал. Ну, типа, такая необычная, скажем. Вот за ней прикольно последить. И еще я недавно на кого-то наткнулся. Не помню, как называется. Тоже что-то из этой истории. Но не прям такой топорный кей-пуп, а вот что-то такое интересное. Но в Соляну, в Соляну все делают интересно. Вот именно в Соляну прям... И, опять же, мужики и девушки делают прям по красоте. Группы-то понятно, что это все коммерческая история. А вот именно в Соляну, наверное, поинтереснее будет. Потому что та же Тейон, например, которая была в Girls' Generation. Ну, в Girls' Generation прям, ну, такое себе. Типа, суперобычное попсение, если честно. А в Соляну, она, типа, ну, охренеть, как круто делает. Та же Сан... Ну, хотя у Сан-Ми получше в этом плане было, но все равно такая же история похожая была. Минус кей-попу, буржуевская поп-музыка. Начале 90-х. Кстати, факт. Впервые Ивана Крок увидел по A1. Я по A1, помню, впервые увидел этих... Bloodstained Child, и я даже не знал, что они японцы тогда. Я у них увидел Freedom, или как он там назывался. Я тогда очень сильно охранял от этого трека. А потом, через, по-моему, год, и я охренел от того, что они японцы. Я такой, ого, типа, нихрена себе. Вот это, конечно, повезло, повезло. Вот. Вот, кстати, One of Rock мне вообще никогда не нравились. D&T Music крутит рубрику с кей-поп. Блин, а во сколько? Я ее посмотрю. Почему нет? Я бы ее посмотрел. Прямо в наработки бы включился и смотрел, кайфовал. Как раз посмотрим, что в тренде реально. Кстати, без рофла. Если знаешь во сколько, напиши. Я реально гляну. Хотя бы, ну, посмотри, что такое. Слышали, бои в этом году расформируются. Да, блин, они задолбали туда-сюда-то. Сформировался-то, расформировался. Я на них еще реакции ни на кого не успел. Дайте мне реакции нормально, по-моему, она делает. Вот три реакции на каждую группу сделаете. Потом что хотите сделать. А без этого запрещаю. Все, слышали? Так что вот. Короче, мы смотрим дальше кей-попы. Да, господи, почему я так делаю? Сейчас я скажу даже. 12 лет... Нет, кстати, вот сейчас будет интересно. Потому что 12 лет назад. Старый кей-поп мне не очень нравится, честно скажу. Старый кей-поп реально кринжовый. Ну, лично для меня. Вот который там больше 10 лет назад был. То есть вот такое то, что мы сейчас смотрели, вот такое мне нравится. Но вот то, что было больше 10 лет назад, который прям вот реально какая-то странная кринжовая попса, мне не нравится. Поэтому, возможно, сейчас кринжанем. А может быть и нет. А может наоборот сейчас будет что-то крутое. Поехали, короче. Супер-жуниор называется группа. О, поехали. Блин, ну реально походу же кринжанем. Зато тут бас, кстати, настоящий. Оля, какой там стоит. Да сколько вас? Опять вас там 200 тысяч человек в одной игроке. А это начало было, ладно. Ооо. Ну вот, вот вам Мусс ТВ, ребята. Вот это Мусс ТВ. Да, не, не СТВ. Кто любит старый кей-поп, сорян, но я вот это, вот это кринжули какие-то. Вот к такому я еще пока не привык. И, честно говоря, не особо-то и хочу. Супление было лучше. Сейчас просто какое-то отборное происходит. Слушай, как это дурно бит. Хе-хе-хе-хе. Именно под них я допил крем-содом. Самый лучший кей-поп от ПСА. Нет, ПСА не иронично у нас кринжили. Так-то благодаря ему вообще все это пошло в гору. Нет, чуваки, я не думал, что сегодня будет кринжа, если честно. Но мы нашли кринжу в кей-попе. Вау. Наконец-то. Спасибо, Ханя. Пока это самое кринжовое в кей-попе, что я видел. Хе-хе-хе, ну это прям смешно же. Ты прям патрубой любит? Хе-хе-хе. Нет, вот говорю, чтобы вы меня понимали. Вот на предыдущий я Серафиму смотрели, да? И вот это. Это же максимально разные штуки. Прям максимально разные штуки. Типа вот это для меня реально кринжовое. Вот такая попса и вот в такой ее подаче. Блин, а их реально 10 человек. Блин, и вот эти вот першовские старые, вот эти костюмы тоже такие просто дурные. Ну что это такое? Нет, короче, старый кей-поп, вот реально старый кей-поп без обид. Ну старый кей-поп такая херня еще сейчас. Но потом все, слава богу, научились делать чисто по кайфу. И клипы, и беты. И петь научились хорошо и выглядеть. Потому что это, ну, без смеха на это не посмотришь. Просто что... Что, что происходит? О, беда. О, это очень хорошо было. О, прям нормально. Блин, а у них даже такой, типа, не худой щел. Нихрена себе. Ну, за это, кстати, респект. Сейчас вот таких челок не найдешь в кей-попе. О, вышел какой-то прям певец. Такая дурная, там такая дурная инструменталка, прям отвратительно дурная. Не, я верю, что, возможно, в дальнейшем у них были какие-нибудь более нормальные песни. Но пока это, пока это прям топ-1 кринжа в кей-попе, что я и видел. Короче, надо смотреть старый кей-поп. Вот там надо искать кей-поп, судя по всему. Потому что в новом мы его не найдем. Но вот это, это прям... Это прям хорошо. Это прям... Дуратские движения, что-то они у них. Так, сколько это еще будет писать? Блин, оно еще 5 минут идет. Вау. Не, ну, чуваки, это прям... Да. Блин, спасибо, Ханни, конечно. Ну, прям сейчас нормально. Короче, нормально. Я надеюсь, я надеюсь, у них нет их супер-джуниор-армии, которые убьют меня. Вот. Но просто, чтобы вы понимали, опять же, я люблю кей-поп. Я люблю кей-поп. До этого, опять же, свою любовь я, наверное, доказал по Ле Серафиму и то, что мы смотрели до них сегодня же. Но вот это, это реально кринжа. Это прям квинтэссенция кринжи. Прям так... То есть тут настолько все плохо, но с какой-то стороны даже и хорошо. Ну, это прям реально смешно. Это прям реально смешно. То есть это не прям, типа, такое фу, говно. Это просто смешно. То есть ты, типа, угораешь. Типа, ну, реально забавно. Типа, супер-супер-супер. Хорошо. Старый кей-поп, это, конечно, кей-поп. Но с другой стороны, опять же, понимаем, 12 лет назад такое, типа, чуваки-герои. Так. Вступление было лучше. Самый лучший кей-поп сай. Такой он подругу любит. Блин, ну я что-то потерялся. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, у меня так неудобно чат я сделал, поэтому я вот с этого... Тут танец посредственно для кей-попа, если сравнивать с тем, что они сейчас крутят. Ну, я и говорю, говорю. Возможно, сейчас они делают хорошо. Вообще без Б. То есть, я бы пересмотрел до сейчас их современных. Можете бы написать что-нибудь в комментарии, тоже с удовольствием гляну. Если будет по кайфу, то... Как этих мы смотрели, на ST-127. Я тоже с них сначала кринжанул, а потом они прям нормальную базу-то выдали. Такую кайфовую. Так что у всех по-разному. Но вот говорю, старенький кей-поп, он такой, типа, веселый. Согласен, смешно. Кринжа-жака, да. О, с кей-попа были длинные песни. Кстати, да, вот пять минут я тоже удивился, что пять минут. Так, Яндекс вот что вылил. Каждую субботу 11.10. Слышаем в своем эфире. TNT Music. Кремьера каждую субботу 11. Понедельник 17. Вторник. Спасибо, кстати. Спасибо. Я сейчас даже скриншот все сделаю. Все. По кайфу. Ну, я не то, чтобы буду это смотреть. Но мне просто интересно зайти, посмотреть, что они там крутят. Типа, какие у них там тенденции. А вдруг они, блин, по TNT вот это крутят. Типа, вот такой же, такой старый кей-поп 10-летней данности. Это будет кринж, наверное. И вдруг, вдруг, если это реально так и происходит, и все поэтому и думают, что кей-поп это кринжа тупая, если у них там вот такие клипы. Кто смотрит TNT? На самом деле, типа, все наоборот. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...